Много лет минулось с тех пор, когда человек, чтобы получить достоверную информацию, отправлялся искать в библиотеку или книжный магазин нужную книгу. Всегда считалось, да и сейчас считается, что самая правдивая информация находится в энциклопедиях, справочниках, учебниках. Ведь над этими изданиями работают ученые, члены-корреспонденты Академии наук. В СССР, к примеру, самым авторитетным изданием была большая советская энциклопедия. Над ней работало несколько десятков человек, маститых ученых, среди которых в разные годы были Луначарский, Флоренский, Бурденко, Обручев, Симашко. А главными редакторами и замами были академики Отто Шмидт, Сергей Иванович Вавилов, Борис Алексеевич Веденский, Лев Степанович Шаумян. Весь цвет науки. Но времена меняются. Энциклопедии остаются, перерабатываются и дополняются. Однако интерес к ним все больше снижается. И чаще всего от того, во-первых, что неудобно обращаться с толстенной книгой, а то и объемными многотомниками. Да и не в каждом доме уже можно встретить такие энциклопедии. Ну а во-вторых, как кажется многим, зачем хранить, извиняюсь за выражение, всю эту увесистую макулатуру, если прогресс пошел далеко вперед. Почти в каждой квартире библиотеку заменяют интернет. Появилось выражение «Гугл в помощь» и гуглят. И, как правило, обращаются в первую очередь в Википедию. Будучи уверенными, что Вики, как ее ласково называют, есть панацея от пробела знания. Что, впрочем, доля истины в этом и есть. Однако не всегда Википедия может быть панацеей. Смотря кто и где ее делают, эту Википедию. Порой она может служить лишь в качестве плацебо. Принял плацебо вместо седолгина, голова перестала болеть. Учитывая, что плацебо лекарство ни от чего и скорее психологическое, чем терапевтическое. Так и некоторые статьи Википедии. Вроде бы узнал из нее, что хотел, но не то. Вас обманули. Именно таковыми энциклопедическими плацебо являются нынче статьи Википедии на азербайджанском языке. Рассматривать все статьи, выходящие из-под руки Академии наук Азербайджана, мы не будем. Ибо это долгий процесс. Мы рассмотрим лишь те некоторые статейки, которые касаются армян и Армении. И которые мы еще не раскрывали в эфире. Поверьте, они не менее любопытны и нуждаются в освящении. Чего я с радостью и сделаю. Один из эфиров мы как-то посвятили языческой богине любви и плодородия Анаит, которая была распространена в Армении в период зороастризма. Более того, Анаит у армян послужила прообразом Богородицы в период принятия Армении христианства. Такими прообразами Богородицы послужили у других христианских народов. И греческая Артемида, и римская Венера. Все бы ничего. Казалось бы, авторы Википедии на русском, английском, французском, испанском и даже баскском сообщают одно и то же об Анаит. Всю информацию, которая известна на сегодняшний день всей мировой истории. А нет. Азербайджанская Википедия на родном языке пошла дальше. Она пишет о том, что Анаит богиня проституции. Действительно, откуда Баку знать об античной мифологии, об античной любви, чтобы хоть как-то подкрепить свои больные умозаключения, авторы азербайджанские Википедии использовали в качестве ссылки желтую прессу из двух-трех изданий. И самое главное, проиллюстрировали якобы армянскую монету с изображением Анаит в совокуплении с мужчиной. Однако, врать тоже нужно грамотно. А на грамоту не хватает мозгов. Вот и выставили не армянские, а римские монеты спинтрии, где на одной стороне спинтрия римские цифры, которые никогда не использовались в Армении, а на другой эротические сцены с обычными парами, не мифологическими персонажами. Такие спинтрии были распространены в Помпеи. Армяне, конечно, благодарят азербайджанцев за то, что те приписывают Помпею Армении. Но армянам чужого не надо. Им бы свои территории вернуть. А монетки занимательные. И настоящая находка для любого коллекционера-нумизмата. Жаль только, что на территории Армении не откопаешь. Только в Италии. И только на Апеннинском полуострове. Желающие ознакомиться с монетами могут зайти на сайт fischki.net в разделе «Римские монеты». С удивлением вы увидите те самые монетки, которые выложены в азербайджанскую википедию в статье «Абанаит». Кладезь для бакинского академика-извращенца или википедиста-овощевода. Хотя, чтобы стать овощеводом, тоже нужно много работать. Лёжа у прилавка, овощи не продашь. Сколько стоят помидоры? А? Да отвечай, когда тебя спрашивает генерал русской армии. Оглох, чучело? Почёл? Не видишь, какая жара. Чтоб ты пропал, туземец. Но где извращение, там и животный инстинкт. А значит, речь теперь пойдёт о животных. Армянская порода собак – гамбр. Долгое время в азербайджанской википедии висела статья о гамбре, которая называлась в азербайджанской версии незамысловатыми названиями «гуртбасар», что в дословном переводе на русский «волкодав». Названия незамысловатые просто перевели породу собаки на азербайджанский язык. Также гамбра они называют «гоюн-ити» – «овечья собака». Азербайджанская википедия писала о том, что это национальная азербайджанская порода собак. Почему я об этом говорю в прошедшем времени? Потому что азербайджанского варианта гамбра википедии уже нет. Им пришлось удалить свои статейки википедии о гамбре после того, как Международный кинологический союз признал армянского волкодава гамбра 10 февраля 2011 года. Отныне гамбра именуют только гамбром, и во всех википедиях на разных языках эта порода собаки признана аборигенной собакой, ведущей свое происхождение с армянского Нагорья. Гамбр сопровождал армян на этой территории с доисторических времен, о чем свидетельствуют и наскальные рисунки по всему периметру армянского Нагорья. Скелеты породы, найденные от Арцаха до армянского Тавра. Вот если бы еще признать официально ванскую кошку в качестве национальной армянской породной кошачьих, было бы действительно здорово. Любопытно также обстоят дела в статье азербайджанской википедии о Кавказской Албании. Полное противоречие того, что в статьях на всех других языках об этом государстве. Начнем с того, что азербайджанцы считают кавказских албанов своими предками, отметая при этом законных наследников кавказских албан леков. Ну а коль считают за свое, то и пиарят ее. По словам азербайджанских албановедов, Албания – древнеазербайджанское государство, которое повлияло на культуру и религию Армении. Именно на Армению, а не наоборот. И более того, считают, что современные армяне есть христианизированные албаны, что не было никакой армянской киликии. Оказывается, то была албанская киликия. И эти албаны киликии держали прямую связь с родными из Азербайджана. Я вполне серьезно, это не шутка. Они эмигрировали, это была первая волна албанских мигрантов. Они ушли в киликию, а киликия – это северо-восточное побережье Средиземного моря. Там они создали свою династию, тот, который выходец был, он был Хетун. Они основали династию Хетунидов, еще ее называют Хешумидов. Это была албанская династия. Там очень интересно, армяне это государство выдавали за армянское. После моего исследования они уже его не называют армянским. Там у меня доказано, кроме всего прочего, что эти албаны поддерживали тесную связь с исторической родиной, с Азербайджаном. Приветы передавали Азербайджану. Это ж надо такое придумать. Мало того, что кавказоязычное государство леков присвоили себе, так еще и надуманно расширяют границу Кавказской Албании, придумывая о ней небылицы. Забывают, что именно от армянина Мавсеса Хворинацы по большей части и известно миру о Кавказской Албании. Вплоть до деталей. Стоит открыть азербайджанскую часть википедии Кавказской Албании, взглянув на карту, выложенную ими, и сразу же закрыть. Дальше и смотреть не хочется, не то что читать. Нарисованная от руки карта. Расширили границу, подписали территорию Албании по своему вкусу и нате вам, наслаждайтесь. Нигде рядом не указана Армения. Даже турецкая часть википедии не способна была на такое. И не только турецкая, но и все остальные статьи википедии на всех остальных языках. Обратите внимание, только карта Кавказской Албании, азербайджанской википедии, отличается от карт Албании на других языках. Тем не менее, горе ученые в Азербайджане продолжают доказывать, что Кавказская Албания не только родительница азербайджанцев, но и культурно повлияла на армян, которые не армяне, на армянскую церковь, которая не армянская церковь и так далее. Убедительно доказывают, что сами читали это в независимых источниках, в независимых документах. А на вопрос о том, почему не скопировали или не сфотографировали, отвечают просто. Вот как Фарида Мамедова. Ищу, ищу и нахожу приказ Николая Первого об упразднении Албанской Апостольской Церкви и о подчинении этой церкви Ичмейдзинской Церкви. Я ее переписываю. Так серкс не было тогда? Так серкса не было, фото не было. Но я его наизусть помню. Это ж надо. В какие такие годы она листала документы архивные, что фото понятия лют не имел. Первые фотографии в мире вышло в свет в 1826 году. А понятие и термин фотография в 1839 году. В 30-х годах 20 века мир узнал о цветных фотографиях. А в начале 80-х годах 20 века уже цифровая фотография вошла в обиход. Азербайджанская Википедия и впрямь шедевр мысли. А те, кто ее делает, были бы неплохими продолжателями творчества братьев Гримм. Если бы не серьезно подходили к делу, а с долей юмора. Вот тогда бы точно цены не было. С другой же стороны, а за что бы тогда им платил отобег всея Азербайджана? Кушать-то хочется?